Выплаты компенсации пострадавшим от сильного ливня, который был в Благовещенске почти месяц назад, завершаются только сейчас. Как нам сообщили в соцзащите, за помощью обратились 66 горожан. Общая сумма денежных выплат составила более 300 тысяч рублей. Ольга Даниленко выяснила, как помогают людям в случае чрезвычайной ситуации. После сильного ливня, который прошел над Благовещенском несколько недель назад, в доме Евгении Пушкарска вода стояла почти пять дней. Когда приезжала наша съемочная группа, зайти к ней в дом было невозможно. Эта вода была же вот. Вот, видите, предел воды. Теперь плесень на книгах, на стенах и на мебели. Пол местами провалился. Вся бытовая техника не работает. Часть одежды пришлось выбросить. Кроме того, испорчены все строительные материалы, купленные для ремонта незадолго до затопления. Однако компенсацию Евгения Александровна получила. Ей дали 10 тысяч рублей. Только вот теперь она не может определиться, что купить на эти деньги – тёплую обувь, пылесос или новый диван, чтобы было на чём спать. Я готовлю сутки. Вот моя обувь, которой уже нет. Это ковры плесенные висят. Это пылесосы два, в которых там духовка, в которой невозможно. Вода вытекает, я вам и вынесла грязная. Полгода назад раноутром в Благовещенске сгорел двухэтажный деревянный дом в районе спичфабрики. Обошлось без жертв. Но около 30 человек остались без крова. Вопрос, что делать со сгоревшим бараком, решали не одну неделю. Сначала в администрации города предложили его восстановить. Но на это ушло бы почти 11 миллионов рублей. Тогда определились – это экономически нецелесообразно. И всё равно не удастся вывезти этот дом из списка аварийных. Всех жильцов переселили в жильё маневренного фонда. Почти сразу погорельцам выдали материальную помощь. Максимальная сумма выплат составляла 30 тысяч рублей. Сейчас люди первые на очереди в программе по переселению из аварийного жилья. До сих пор Тимофей Кудин не забыл о прошлогоднем смерче. Высотой с девятиэтажный дом и шириной в квартал Торнадо за несколько минут в буквальном смысле перевернул не только его жизнь. 12 машин, которые он продавал на авторынке, были почти полностью разбиты. Вместе с ними разрушился бизнес. На то, чтобы всё восстановить, ушёл почти год. Выписали договора на каждую машину. Ну, не знаю, порядка 10 тысяч тонен на все. То есть машины были в хлам, все разбиты. Я вот с трёх машин всего получил компенсацию 10 тысяч. А на остальные не посчитали нужным заплатить то, что стёкла не было, это не считалось. Несколько месяцев после стихии работали специальные комиссии по оценке ущерба. Было повреждено 70 павильонов, 50 опор наружного освещения, оборвано около 30 километров линии электропередачи. Сильный ветер сносил балконы домов, стёкла и крыши. Выплаты компенсации всем пострадавшим закончились только в декабре. Суммы были разные – от одной до 50 тысяч рублей. Порядка 750 тысяч было выплачено гражданам, у которых пострадал частный жилой фонд. И ещё 85 обращений у нас было от собственников квартир в многоквартирных домах. То есть люди, у которых пострадали там балконы, лоджии, окна были разбиты. Там тоже была оказана помощь порядка 1 миллион 190 тысяч рублей. Выплата компенсации пострадавшим от недавнего ливня завершится только на этой неделе. За помощью обратились почти 70 благовещенцев. За испорченные продукты им заплатили по 2 тысячи рублей. За жизненно необходимые вещи – 10. А если повреждено единственное жильё – 15 тысяч. Больше дать, как нам объяснили в соцзащите, просто не имеют права. Эти суммы ограничены законом. Ольга Даниленко, Эдуард Егорский. Новости дня. Информационное агентство «Порт-Амур». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!